всем привет с вами я дмитрий фреско вы сможете кулинарную пропаганду захотелось мне сладкой выпечки такой пышный знаете вкусный к сожалению несмотря на лето на наших окрестных рынках ягоды не продают в магазинах живем на юге называется цены зашкаливают вот за такую маленькую пластиковую коробочку в которой там граммов 70 от силы может быть 100 свежие ягоды 2 3 евро как минимум поэтому буду готовить замороженной ягодой она у нас ощутимо дешевле но если у вас есть возможность использовать свежую конечно используйте основные этапы рецепта и перечень ингредиентов как всегда в самом конце ролика прочитайте процесс начинается конечно с теста в молоко комнатной температуры отправляю дрожжи сразу сюда ложку сахара пару-тройку ложек муки и размешать отлично а я пока разотру размягченное сливочное масло с сахаром и сразу же ванильные экстракты сюда это можно и обычно силиконовой лопаткой сделать и ручным миксером я воспользуюсь планетарным если нет экстракта смело добавляйте ванильный сахар одну за чайных ложки или ванилин на кончике ножа после того как смесь станет белой можно вводить яйца по одному для такого грива конечно можно и сразу все вместе ввести но если руками растирается то лучше все-таки по одному когда более равномерно они вмешаются теперь соль и активирую все дрожжи видите шапочка пены какая поднялась пышная красота очень хорошие дрожжи у меня прям замечательные не нарадуюсь ну и муку сюда же вот таким вот венчиком тесто понятно замесить не получится поэтому установлю крюк опять же повторюсь тесто замесить можно и руками и ручным миксером это просто я использую вот этот планетарный агрегат просто потому что он у меня есть все тесто замешано отправлю его на выраживание ведь какое надо накрыть тесто чтобы не пересыхало и найти место без сквозняков у меня такое в духовке процесс выраживания займет всего два с половиной три с половиной часа за это время должно будет каждый 30-40 минут в тесто обминать смотрите прошло 40 минут тесто поднялось надо обмять чтобы выгнать углекислый газ из теста это чтобы дрожжи в этом углекислом газе не задыхались и опять убираю в духовку еще 40 минут прошло вторая обминка и опять в духовку чтобы ваше время не тратить остальные обминки показывать не будут там все то же самое тесто готова смотрите какая красота отлично пора собирать изделия сначала подготовлю смесь сливочного сыра масло и сахара у меня маскарпоне но можно взять например филадельфию или вообще одним только маслом обойтись тесто раскатать чем более аккуратный прямоугольник раскатаете тем проще будет получить одинаковые булки вот так вот подровняю края отлично теперь надо равномерно нанести масло на сырную пасту сладкую такую супер и ягоды они при выпечке дадут очень много сока поэтому чтобы хотя бы частично этот сок собрать добавлю кукурузного крахмала замороженные ягоды при размораживании дают огромное количество сока свежие ягоды дают конечно меньше сока поэтому можно крахмала класть значительно меньше так теперь надо постараться как-то равномерно их разложить и свернуть рулет чем плотнее свернете тем лучше видите я вот так вот натягиваю тесто вот и заворачиваю то есть постоянно в натяг надо делать и разрезаем на части у меня в форму удобно умещаются 12 плюшек поэтому режу на 12 частей как я уже сказал ягоды дадут очень много сока и этот сок сладкий намертво прилепит а в эти плюшки к противню вот чтобы их не отдирать потом с мясом воспользуюсь бумагой впрочем бумага бумаги рознь есть такая которая от выпечки и не оторвать я наверно трех или четырех производителей перебрал пока не нашел подходящую вот к этой ничего насмерть не прилипает все закрываем пищевой пленкой и оставляем на час чтобы тесто снова поднялось не торопитесь формованные изделия сразу печку пихать мы пока скалкой работали пока изделие лепили из них весь углекислый газ выдавили надо дать речь дрожжам поработать чтобы снова поднять это тесто ведь как поднялись другое дело в печку их я ее уже разогрел верхний и нижний жар температуру 200 градусов сразу увлажнить атмосферу духовке время выпечки 20-25 минут для моей духовки но все духовки пекут по-разному поэтому ориентируйтесь на внешний вид и на свою духовку и всяко лучше меня знаете на внешний плюшками ввиду и пока быстренько крем смешаю понадобится опять же сливочный сыр масло размягченное ванильный экстракт и сахарная пудра если нет пудры просто сахар в кофемолке разбить и все надо все это растереть до однородности опять же можно все вручную растереть силиконовой лопаткой или ручным миксером чем хотите без разницы и и и и и и И вот тот момент, ради которого все затевалось. Как мне хотелось сладкой выпечки, вы не представляете. Я дал уже этим булкам остыть. Немножко, они еще теплые. Смотрите. Видите, какое тесто? Да, выпечка просто нежнейшая получается. Это потому, что долго бродит тесто. Вот так вот, с обминкой такой. Оно очень ароматное, очень классное. Просто чудо. Ароматы божественные просто. Обожаю выпечку. Мне тортов не надо, мне выпечку давайте. Чудо. Еще ягоды такие с кислинкой, со свежей ягодой. Это будет вообще бомба. Жалко, что у нас свежая ягода так дорога. Ладно, доедать буду за кадром. Уже все семейство, наверное, топочет ногами, тоже хочет этих булок. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова